Короче, приготовил себе завтрак, сейчас 12 часов дня. Сегодня натер морковь мелко, не как раньше. Потому что я, кстати, так первый раз делал, всегда тер на мелкой терке. Мне было очень тяжело это делать, потом я перешел на большую. В первую очередь я еще решил натереть на мелкой, вот. Все, вот такая информация. Сегодня понял, что больше не хочу пользоваться этой фигней, потому что что-то слишком жесткая химия вообще. Такой запах отвратительный, я представляю себе, это, короче, осъедает в легких. Я не знаю, вообще, в общем, теле, может быть, даже где-то накапливается, поэтому нахрен эту тему вообще использовать. Лучше просто водой нормально мыть и не париться, потому что этот запах, фу, ужасно вообще. Кстати, Макс, ты готов увидеть свою книгу? Сторочно, Макс, у вас будет сердечный приступ. Все, погнали. Вот такая она, Макс, встала. Она даже просохла до конца, она что-то просушилась, что-то в середину она мокрая до сих пор. Ну, вот Кирилл засыпает в ванне с книгами порой, хотя это было всего лишь два раза. Пускай она сохнет. Так, вроде что, короче, я убрал. Все блестит, все чисто. Даник, ничего здесь не нужно есть, вот, пожалуйста, не нужно, не нужно, когда вот на ком, короче, у тебя что-нибудь брызгает, вытирать это пальцами и делать гигантский развод, вообще не нужно здесь есть, пожалуйста. Вот здесь прям постригся идеальненько. Здесь прям приятно работать, но ничего здесь, пожалуйста, не ешь. О, господи, это тупая жигадка. Я не знаю, короче, что делать с ней. Даник сказал, что не будет работать, и здесь, посмотрите, здесь есть ценники. Ужас. Короче, сейчас нужно будет все это дерьмо убрать, потому что я не хочу больше этим пользоваться, потому что это вредная тема для здоровья. Я почитал об этом, и вообще лучше не надо использовать, потому что просто, блин, брать трапку, мочить водой ее и просто все протирать. Кстати, заиграю в эти книги, я хочу перенести на телефон, короче, приложение, чтобы тоже не собирали пыль, чтобы их отсюда убрать прямо сейчас. Посмотрите-ка, погода классная за окном. А вот я сейчас сижу дома, убираюсь, все. Сейчас, короче, нужно будет попроситься в комнату, вытереть там, вытереть там, везде, короче, вытереть. И заходят взаимодвремени, вот. Все. Всем здорова, чуваки, сегодня, короче, начинается новый день. Сегодня 26 июля. И сегодня, короче, знаменательная дата, потому что сегодня первый видос у нас на канале вышел ровно год назад. Это был видос, который называется «Когда купил новые кроссовки». Вот сегодня ровно год, как мы занимаемся видео, прошел ровно год. Мы охренели от того, что у нас хотя бы получилось сделать хотя бы что-то. Я не знаю, что будет ровно через год, 26 июля 2018 года. Очень-очень-очень прям потом прям верю в то, что буду потом смотреть, пересмотреть это видео через год. И видеть то, что произойдет еще через один год тяжелой работы. У нас были такие дни, в этом году, конечно же, за этот год, такие, что мы халявили, мы не снимали видео и так далее. У нас не было никакой тяжелой работы, как, например, которая идет сейчас, уже последние 3-4 месяца над каналом. Реально вот прям упорно над каналом мы работаем, наверное, в 2017 году только. Потому что в 2016 году все было более-менее расслаблено, особенно в сентябре, когда мы с Максом снимали бумажные самолетики. Короче, сегодня тот день, когда я отправляюсь на свою пятнадцатую смену. Сегодня я должна будет заплатить зарплату, которую я очень жду. Если мне сегодня ее не заплатят, я представляю, как у чуваков на работе будет бомбить, потому что я уже это предчувствую. Может быть, это будет, а может быть, нет. Короче, я надеюсь, что нам все заплатят, все будет круто. Нас не обманут. Вот. Хотя я не особо думаю, что какой-то будет обман, но, возможно, просто могут ее задержать, не задержать. Блин, как же у меня меняются настроения. А еще я хочу сказать сегодня то, что я хочу попытаться сегодня прийти на работу в 9 вечера, ну, как обычно, и отдохнуть от еды. То есть ровно 36 часов. То есть 12 часов работать я буду без еды, потом 12 часов я буду находиться дома без еды, потом еще 12 часов работать я буду без еды. То есть ровно 36 часов я буду отдыхать без еды, потому что мне надоело болеть. мне надоело то какое состояние у месяц в теле потому что у меня болит немного зуб у меня стоматиз у меня болезненное состояние тела у меня болит у меня есть кашель немного еще который уже хочется наконец-таки чтобы прекратился вот ну как вы знаете я не пью ни таблетки не лекарства вообще ничего ничего не пью даже часть лимонами пил то хочу сказать то что просто попробую 36 часов без еды провести отдохнуть очень горю этим очень хочу чтобы наконец таки почувствовать эту простоту в животе что давно и не чувствовал уже пора бы уже переходить на фрукты когда-нибудь в ближайшее время это произойдет нужно будет просто дождаться арбузу который будет стоить по 9 рублей за килограмм по 10 рублей за килограмм может быть про это раньше может быть позже и не знаю но очень хочется поскорее чтобы это произошло я знаю что мало людей сейчас понимает о чем я говорю но я наверное побольше сейчас это говорю просто для себя почему-то в комнате очень жарко мне кажется что сегодня будет сильный дождь потому что я очень сильно потею сейчас я убрался только что в комнате сейчас буду заносить все свои бумажные книги в электронный формат и уберу их из комнаты потому что они собирают очень много пыли а я минималист и мне короче не очень удобно когда что-то еще в комнате находятся лишние я хочу продать и до максимального минимума максимальный короче все сегодня день когда я не знаю что будет делать потому что и максами работает а сейчас нужно выключить креном и скейт которым не сломался и убрать его на полочку потому что я не хочу его покажет чинить не хочу тратить на это деньги и возможно до филипин я это сделала может быть не сделала этого мы не просто сговорю это все и мне так жарко это вообще же есть какая-то очень жарко там вообще очень жарко арбузы по 10 рублей за килограмм где вы когда вы уже начнете продаваться и не хочу покупать арбуза 20 рублей за килограмм потому что блин если будет арбуза 10 рублей по килограмм по килограмм за килограмм можно будет сэкономить в два раза больше но я помню что в том году арбузы начались только в сентябре поэтому буду ждать сентября или конца августа дело когда эти арбузы уже начнутся тогда я буду закупать их по две-три штуки и просто буду есть только они арбузы все не хочу ничего говорить мне впадло не знаю что сегодня будет не хочу созваниваться с игором не знаю чего он делает короче пофиг дарик блин пофига себе как жарко-то фу фигеть а сейчас буду закаживать музыку на пр чтобы сегодня на работе слушать пока музыки вот это у меня надоело существо 10 песен просто на репите всю ночь просто конец снятия выражает от них тошнить я просто проспал намеренно ну пошел на работе сгонял на работу сказал что я уводишь вообще кирилл я хочу насчет поговорить насчет этого всего насчет планов можно привет передать передать когда-то было крико 500 рублей на то что давайте ебашить только в плане канала и все вообще забьем на все просто будь что будет да плевать вообще на все я вообще хочу все закрыть кроме канала кроме творчества вообще будь что будет только в канал только в канал только в творчество вообще регулярно целыми днями заниматься потому что я уже просто нервы у меня сдают чувак я уже на работе чуть не в истерике я просто пытаюсь ну как-то все на то что мы тратим время блин считать пустую плевать на деньги вообще я вообще не хочу просто устраиваться забьем просто на все просто те деньги что есть будем на них выживать как-то все только в канал все будет вкладывать все мозги просто погрузимся полностью в его развитие блин на самом деле у нас не было еще никогда на самом деле же мы можем уйти и раньше если этого захотим именно чувак я говорю только настоящему ну жить все плевать вообще больше то будет мне достало уже просто это дерьмо блин да блин это ужас нет просто мне мне я боюсь ли я сейчас хотим одного делать другого у нас просто с рутины началась страшная вот эта рутина два через два это и хуже когда знаешь я ухожу на работу прихожу отсыпаюсь ухожу на работу просыпаюсь снова отсыпаюсь и тут максимум пишем идеи на следующий день мы ее снимаем следующий день я ее выкладываю потом снова на работу опять отсыпаюсь работаю снова отсыпаюсь очень мне а знаешь что у нас столько энергии бьет работа полностью обиу желание писать большие сценарии и долгие съемки проводить все хочется можно быстрее снять быстрее свалить быстрее все выложить и знаешь побольше поспать побольше среда вообще отвратительно очень просто будем все придумывать вообще все подряд блин мы же учимся еще плюс ко всему блин еще учебу О, твою мать! О, нет, нет, нет! Нет, это тоже надо бросать, это тоже ни в какую вообще. Ну, ты же не можешь просто жить с родителями и идешь снимать видео. Нас выгонят тогда. Должны хоть что-то делать. Какая учеба, твою мать! Господи, сколько ошибок дерьмовых! Блин, так все на самом деле... Меня, кстати, все спрашивают, меня спрашивают, меня все спрашивают, когда я рассказываю что-то о Филиппинах, у меня всегда все говорят, а чего вы вернулись сюда? Они же тоже люди с мозгами, знающие русский язык. Мы можем просто им объяснить. Мы ни разу нормально, толково не объясняли ничего. Кому? Родителям? Как будто они тебя выставят на улице, реально, жить что за жесть. Ну, Макса, ваш, спасибо. Ну, Макса, да. Ну, я говорю, когда я рассказываю... Макс бы сейчас хейтил все, что я говорил. Он будет хейтить, и в итоге мы все работать снова будем. Да нет, я не хочу, у меня все задолбало. Да блин, да плевать вообще, какая система у нас будет в плане канала, как мы будем вести. Главное, только этим заниматься. Главное спать и снимать. Да, да, все, только этим заниматься, больше ничем. Не будь что будет, чувак, будь что будет. Вообще все делать в плане творчества, в плане видео, в плане видеомейкинга. Вообще все, все делать, все пробовать, абсолютно все. Ну, блевать какие вот сейчас у нас идут формат какой-то. Примать в каком формате. Я говорю, все пробуем. Мы так хотели все пробовать, а мы не будем все пробовать. Ну, блин, тяжело, конечно, снимать, да, когда вот там за мной. Егор, 8 утра, приходи быстрее. Меня бесит, это очень. Ну, я даже времени не знаю, на то, чтобы превью сделать всем вместе, в конечную, где крыла классно, можно подписаться, там, значки сделать какие-то. Формула, она уже давно известна. Работаешь, есть прогресс, не работаешь, нет прогресса. Нет, я просто... Чем больше работаешь, тем больше прогресса. Чем больше, да. Я вообще ничего не слушаю, я только наедине со своими мыслями о том, сколько можно, бл**ть, потратить. Мне было уже у нас праздник, я не качал, я тебя буржу, я не так... Все, кофе никуда не знаю, бл**ть, ну сейчас реально, пишем, что это будет последний раз. Но Макс сказал, что мы согласились сейчас на заморозку канала до Филиппин, а на Филиппинах мы выстрелим, вот чем сказал Макс. Не-не-не, так вообще категорически нет, бл**ь. Даже не надо рассматривать это дерьмо. Тяжело очень морально, потому что ты знаешь, что у тебя есть дело, которое может принести тебе доход, и ты можешь заниматься еще большим, еще круче, но... Но ты... И самое главное, что ты хочешь этим нас. И ты не пользуешься этим. Это возможно, что ты не пользуешься вообще. Ты получаешь кайф. Ты не страдаешь. Ты не заставляешь себя, как будто ты на работу хочешь, ты заставляешь себя. Я через бой просто вижу. Я тебя жестко за... Я не знаю, как я тебя заставляю. Вчера... Когда я работала? Вчера вроде. Да. Блин, ну такая жесть просто. Я вне себя был как будто вообще. Я пытался, блин, вот эту вот свою тушку просто через боль, через силу заставить работать, потому что я понимал, что я должен сегодня отработать смену. Да это... Блин, мы далеко не уедем с... с таким... с таким образом жизнью, чувак. Да я знаю. Пора уже отбросить эти... Понимаешь, ну... 30 человек, знаешь? Работа дает там 30 человек в день на канале. 30 человек в день! Чувак, вообще не надо работать уже. Все, хватит. Хватит просто. Это никуда нас не приведет в итоге. Я хотел вообще на пятнадцатом году это все закончить. Я уже своим заниматься, блин. Только своим. Все. Мне уже не доело все. Хватит. Хватит уже... Подстраиваться под эти условия. Меня уже достало. Я не хочу подстраиваться. Я хочу уже по-своему. Я хочу по своим правилам. Двигаться. Ну знаешь, нам нужно было отработать по месяцу, чтобы понять, что это какое-то говно. Еще раз убедиться в этом. Сколько еще? Хотя мы и так-то знали, да? Нет, пора уже, блин, реально понимать. Потому что это полное говно. Это настолько... Любая работа. Только нервы все обдирают вообще. Да-да-да. Это край. Все, я принял решение тогда сейчас. Я получаю зарплату и сваливаю. Только канал вообще. Только канал. Я буду полностью на канал. Я хочу превьюшками заниматься. Я хочу в конце общаться с зрителями. Все, все. Просто все по-тряду. Все, что сейчас захотел сделать. Все, пошли сейчас заниматься этим. Все, случайная мысль насчет канала возникла. Все, а этим сегодня занимаемся. Блин. Денег у нас, честно, да. Бойм чистый у нас немного, но так, что все, жесткая экономия тоже должна быть. Все, вообще насрать. Если Макс еще будут какие-то альтернативные предложения, говорит. Да, в жопу. Иначе Филиппины могут в январе произойти, могут в декабре уже произойти, если мы тяжело будем трудиться до декабря. Да. Вот чем фишка-то. Нам канал может дать эти Филиппины. Вот чем фишка. Ты летишь на Филиппины? Я хочу развиваться. А? Я хочу как можно развивать уже эти 20 минут. Блин, ты подумай, сколько времени на это у меня эта работа хватает. Много. Я не сплю. У меня кровь из носа течет на работе. Это работа, только все суки из тебя выжимают. Нет, еще не то, чтобы работа. Люди, которые там тебя окружают. Да, да, да. Это особенно. Это энергия этих сраных энергососов, которые постоянно... Сами все препятствия создаем просто? А я 18 тысяч за месяц зарабатываю. А нас за 5... Все, все, чувак. Это даже не обсуждается. Забьем просто на всю гребаную работу. Будем только развиваться. Да. Все, хватит. Ваше видео. Мне уже надоело. Я завтра сразу тогда, наверное, съезжу. Сразу к директору предупрежу. Да иди ты нахуй! Я не буду, блядь, на заводе работать. Заебало уже мне ваша операторская хуйня. Я не буду оператором работать. Да, да, да. Я вообще не соблюсь больше на этот ценный завод. Блядь, выучиться, да, блядь? Сколько можно? Я не буду этого делать, господи. У меня другие планы, цели. Другие желания вообще. Мечты. Этот завод никак не вяжется. Новый Егор Айфона. Новый Егор Айфона. Да, я его раб. Егор Айфон. У меня новый хозяин появился, смотри. Белый такой. Идеальный. В черной обивке. Что, он мощнее работает? Заметил разницу? Да, это быстро. Очень быстро. Очень быстро. Это 6С. Это пятерка 5С с мозгами 6С, да? Да. Классная тема. Заставляю себя дышать, заставляю себя работать и учиться. Из-за этого тяжело до су, блин. Я ничего вообще не могу, блин, о ничем другом подумать. Кроме как об этом. Кроме как о своих проблемах. Эй, об этих висяках. Когда мои истинные вообще цели и желания вообще далеки от этого дерьма. Знаю, что мне сейчас что-то расскажут. Ну ты когда бы хотел услышать, Макс? Мы уволились оба. Поздравляю. Что-то меня впадло сейчас начинает. Надо что-то, какую-то стартовую мысль задать и потом пойдет. Я уже сегодня все сказал. Ну нахер Филиппины, Макс. Не, не нахер. Нахер. Давай жить настоящим моментом. Парсельный Филиппин сейчас. Ну ты же понимаешь, что заработок зависит от твоих действий? Да. У нас времени немного. Мы уже наплавались в этом болоте. Блять. Сколько можно барахтаться в этом дерьме? Сколько там можно? Возьми отступать на те же грабли. Идти опять же таки устраиваться на работу и работать. Тебе не нравится работать, наверное? Не, я кайф получаю. Работает самое охерительное время, которое сейчас на меня вот. Что за говно? Потом параллельно снимаю. Что за говно? Ты себе не обманывай себя. Я хожу через боль, страдания и кровь на работу. Я на работу просто строился. Я ничего не делаю, кроме того, что книжки читаю. Макс, Макс. Какие книжки нахер? Мы должны видео снимать. Макс, у нас есть канал. Макс. Макс, у нас есть канал на ютубе. Все. Мы только время. Я хочу видео каждый день выкладывать. Почему каждый день мы не можем выкладывать видео? Только мы его выкладываем. Все. Только на производство видео и вообще только и только. Все. Больше ничего. Ты же понимаешь, что доход может расти от... Да не может. Он будет расти только от действий, от съемок. Будь что будет. Просто. Только канал. Занимаемся только этим. Время. 24 на 7. Тратим время только на это. Хватит работать. Будь что будет. Вообще не думаем о будущем. Не думаем о Филиппинах. То, что мы можем улететь туда и обеспечить себе лучшие условия. Вообще насрать на все. Свариваем с учебы, свариваем с работы. Только канал. Больше ничего не делаем. Да блин, подожди. С работы все. Еще про родителей. Короче, думал говорить им вообще все. С родителями? Мы конкретно собираемся. Постоянно все. Постоянно все. Постоянно все. Постоянно. Они же не могут просто выгнать. На улицу. Ну. Я бы не выгнал. Они просто хотят, чтобы ты отвечал на свои действия. Не знаю. Все эти. Именно, чувак. Мы должны уже свои слова. Свою пиздюжать. Которую мы перебираем еженедельно. Я не знаю. Вообще. Постоянно. Подкреплять действия уже наконец. Прям. Такими жесткими, железными действиями. Мне уже надоел. Все. Это давайте. Я уже сегодня говорил. Последний раз будет. Когда мы обсуждаем подобное. Мы уже должны взяться уже. Обеими руками за канал. Я волняться не буду. Я волняться не буду. Я же говорю что... Это очень будет сложно для нас. Хоть если ты и не уволишься... Мне надо поработать пару месяцев буквально. Зачем? Зачем? Я доработаю еще. Чтобы у меня были нормальные деньги. Которые я ни у кого не буду просить. Чтоб я... Мог нормально это... Сейчас все идеально складывается. Сейчас я работаю. Потом иду на съемки. Потом... И унитазов продает. Блин. Плеер позабыл. Чё? В жопу, Макс. Хватит уже. Сейчас опять приду на работу. Я опять должен был при себе на работу. И опять ставить эти персики сраные. Гребаные. Плесниелые. И перебирать. Сколько можно? Когда есть свой бизнес у нас. Который мы должны просто прокачивать. Из дня в день. Я готов не спать. Вообще готов не спать. Но чтобы этот сон. Это время уходило на то. Я не уходила на канал. Я не уходила на заработок сраных денег. Чтобы куда-то полететь. Ты можешь улететь. Мы можем улететь в январе. Мы можем улететь в декабре. Просто пахаем на канале. Родители не понимают. Собираемся втроем. С ними рядом. И говорим им конкретно. Типа блин. Всё изливаем вообще от начала до канала. Как мы всё хотим? Чё? Если они что-то перечат там. Вообще просто забиваем на всё. И всё насрать. Радикально просто поступаем. Забиваем нахер. Если они никогда не поймут. Хоть малейшее понимание не проявят. Всё насрать. Мы же не будем сдаваться в таком случае. Мне просто хочется чтобы мы тренили все вместе. Мы занимались тренировками. Мне хочется чтобы что-то продвигалось. Я хочу превью создавать. Классную в конце. Мне уже надоело. Спасибо за просмотр. В конце стать. И мне не хочется. Ещё плюс ко всему. Создавать что-то самому. Сидеть. Потому что мне такое. Бля. Уже на работу надо. Надо поспать. Какое превью. Мне не хочется ничего делать. Когда я между работой. Мне хочется как можно быстрее закончить съёмки. Чтобы пойти отдохнуть. Господи. Ужас какой-то вообще. Я вроде как желание. Которые. Мечты. Я не знаю. Мои потребности. Желание. То чего я хочу. Они угасают. Они угасают. С таким образом жизни. С такими висеками. Как работа. Как учёба. Возможностям. Надо уделять. Внимание. Первое. Зачем я пошёл на работу. Купить айфон. Второе. Зачем я пошёл на работу. Купить себе. Нормальный денег. Для еды. Делать общий счёт. На всех троих. И просто брать там. На неделю. Я не знаю. Определённую какую-то сумму. Всё. Это просто период, который надо пережить. Мы собирались ехать. У меня есть этот вот пинок. Разделение. Периоды. Периоды. Блядь. Только в настоящий момент. Только канал. Всё. Не надо периоды выстраивать. У меня заебало уже периоды выстраивать. Мы уже это переживали не раз. Чувак. Не. Я готов не спать ночами снимая видео. Готов. У меня это всё. Вроде истинные наши. Моя квартира. Да почему. Да почему. У меня квартира. У меня квартира есть. Даже это не от меня. Того факта, что я ж в городе жить не буду. Мы всё равно будем уходить постоянно на съёмки, да? Да. Мы максимум снимать на больше 100 видосов. Да похуй. Похуй что они ненавидят. Будем везде снимать. Будем делать. Почему ты это клонишься? Я никогда не отказывался. Да потому что ты свой крест показал сейчас, что мы не будем тебя снимать. Мне просто надо. Тебе достаточно будет тех, что ты сейчас зарабатываешь. Да у меня есть деньги. В месяц это очень долго. Это добычь. Это долго. Мы просто за этот месяц сможем сделать. Ты знаешь, что мы сможем сделать? Только подумай. Да потом будет целый год. Какой год? Там будет только день, настоящий момент и всё. В конце лета я уволюсь. Вот и всё. Я же не говорю, что я впадаю в консервацию. Я просто выпадаю на два дня. Мне эти 25 тысячи... Я иду к этим 25 тысячам. Я... Вот смотри. У меня даже расписано как было. Что я до конца лета дорабатываю. Мне... Мне хватает на первую цель на айфон и на еду. А потом с осени я хотел начинать зарабатывать на Филиппине. Если Филиппины отпадают, окей. Отпадают. Я на Филиппину только с каналом. Ладно. Тогда мне не надо работать. Ни осенью, ни зимой нет. Я только счастлив. В общем, Макс дорабатывает месяц. Август. И сваливает. Егор дорабатывает две недели. Потому что ему нужно по контракту это сделать после увольнения. И он тоже сваливает. Вот. Всё. Я посчитал. Получается похоже я буду пол августа работать. Ты работаешь много. Я буду пол августа работать. Обучаешь мало. Тогда Макс будет работать весь август. Я буду работать пол августа. Даже родственники об этом сказали. Что? Ну это смешно. 18 тысяч. Что это? За твою работу ты ночь не спишь, чувак. Я бы уволился в тот день, когда зарплату получил. Филиппины могут быть уже через месяц. Не, 15 год показал. Всё. Мы заработали. Филиппины показали, что такое другая жизнь. Что такое кино. Что такое охрен... Что такое за пределами вообще нормального. И сейчас мы просто имеем канал, который даст нам это в будущем. Который мы должны с ним силами реализовать. Мы должны снимать видео каждый день. Мы неправильно поступили, когда начали работать все втроём. И втроём мы, понятное дело, канал сразу говорит. Мы неимоверно просто одни работают, другие отдыхают. Ну а чья это инициатива была? Твоя, Макс. Твоя ошибка была. В смысле? Это общий план был. Ну блин, помнишь к тебе говорил? Макс, давай типа в сентябре отработать полгода, потом я на полгода устроить. Ты такой говоришь. Да нет, давайте сразу все отработаем, Кирилл. А потом уже будем там... Вспомнишь, Макс, ну ты же говорил это. А потом просто... А потом я уже смирился. А ладно, Макс говорит, значит я пойду работать. Вот это тема была. Надо работать по очереди, а не по этому. Да не надо вообще работать. Вообще не надо работать. Господи. Что ты еще начал... Почему всегда надо работать? Да-да-да, всегда надо работать. Я не упал. Запарил просто вообще. Все задолбал. Это очень бесит, это очень сильно. Работать только для цели, а не для... Какой работать для цели? Канал у тебя, Макс. Знаю я. Господи, он забывает об этом вообще. Не забывай об этом. Так что тебе все тегуляции продавать надо? Не пойти ради того, чтобы это... Ладно, все, запей. Блин, нам только все время и все силы надо тратить на то, чтобы создать нормальную пассивку уже. rho то, и всё, чем у нас。 sarолол gospelэ. А否 поднял fears до тебя, И, поднял은 Jackson. Недленно не огнуть. Недленно не ушло за это. Спорт Af Floyd Byuren-ооматом, ненаверная пассивная пассивная. Пувш剽 – я хорошенькая-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Субтитры сделал DimaTorzok